спутника далеко-далеко, и она, если не скрутится, то принимает длинные волны. В общем, это большая проблема. Длинноволновое радиоизлучение, не изученная пока еще область. Далекий средний-ближний, инфракрасный диапазон. Ближний проходит легко, почти легко, а средний очень неоднородно проходит, что-то проходит, что-то не проходит через атмосферу, в зависимости от того, есть молекулы, которые в этом узком диапазоне поглощают или нет. Но что-то проходит. Далекий ИК вообще не проходит, его только из космоса можно принимать. Видимое мы получаем. Ближний и дальний ультрафиолет таким же образом делим, ближний хотя бы частично проходит, хотя бы в горах, хотя бы с борта самолета, дальний вообще никак. Значит, надо и для него спутники делать. Ну, рентген и гамма совсем застревают в атмосфере, хотя самые жесткие гамма-лучи, такие убойные, с огромной энергией гамма-кванты, их наблюдают с поверхности Земли, потому что они в атмосфере Земли порождают поток частиц всяческих, там электронов, протонов, мизонов. И этот поток, заряженные частицы, они, двигаясь в атмосфере, создают вспышку черенковского излучения. А с черенковским излучением знакомы? Да. А откуда? Ну, я чего-то о нем говорю. А? Ну, хорошо, ладно, знаете, да? Если заряженная частица летит со скоростью быстрее скорости света в среде, она рождает фотоны. Как генерируется электромагнитная волна? Самый простой способ – движение заряда, заряженной частицы. Это может быть и шарик заряженный, но обычно это все-таки элементарные частицы, как правило, электроны, их проще всего заставить двигаться. Если мы заставляем заряженную частицу с ускорением двигаться вдоль какой-то оси, то перпендикулярно к этой оси, ну и под некоторыми углами, но слабее, уходит электромагнитная волна. Пунктиром показана диаграмма направленности. То есть, если взять такую полярную систему координат, то вот сюда уходит максимальная мощность излучения, перпендикулярно движущемуся заряду сюда поменьше, сюда поменьше, но в направлении движения заряда совсем ничего не уходит. То есть такая вот косина… Ну, в общем, ладно, такая диаграмма направленности получается. Так что, если мы хотим принимать излучение эффективно, нам надо и антенну поставить, и ориентировать так же, как ориентирован тот заряд, который вызывает индустрию, индустрирует эту антенну, эту электромагнитную волну. И вспомните, когда вы берете в руки радиоприемник УКВ-диапазон, или там, ФМ-диапазон, у него антенна подвижная, да? Вот вы вытянули телескопическую антенну, а еще ее можно нагибать. Это для того, чтобы поймать наиболее точную ориентацию, соответствующую тому, как радиопередатчик, в какой плоскости вызывает движение. Волна плоско-поляризованная при этом получается. Во-первых, то есть не продольная, а поперечная, а во-вторых, плоско-поляризованная. Ну вот так меняются электрические и магнитные векторы в электромагнитной волне. Между прочим, интуиция, такая примитивная интуиция, подсказывает обратную картину, да? Мы же знаем, при изменении электрического поля возникает магнитное. При изменении магнитного, эффект Фрадея, да, и ампер вызывается, возникает электрическое. Казалось бы, там, где наибольшая скорость изменения, ну вот она здесь, проходит через ноль электрического поля, тут максимум должен быть магнитного. Вот мне в школе, например, именно так подсказывала интуиция. Я никак не мог смириться с тем, что они синхронно меняют свою напряженность электрические и магнитные векторы. Но Максвелл сказал, что так, и мы ему верим. Ну, действительно, так оно и происходит. Конечно, мы магнитную составляющую электромагнитной волны, чем ее, не компасом же регистрировать. Мы регистрируем только электрическую. То есть ставим проводник, и если в нем есть свободные заряды, при падении электромагнитной волны заряды тоже начинают колебаться, и мы снимаем потенциал с кончика этой антенны и потом усиливаем его. Поляризация. Если элементарный заряд или какая-то антенна, вытянутая с зарядами, движущимися вдоль провода, вызывает волну, она будет плоско поляризованная. Есть плоскость движения зарядов, вот она и пошла. Но в природе так редко бывает. В природе мы, как правило, получаем свет или... Ну, свет хорошо получаем от источника, где много зарядов в разных плоскостях. Нагрели что-то, и там электроны начинают метаться во всех направлениях. И тогда к нам приходят кванты с разными, со всевозможными направлениями поляризации. И мы говорим, что это неполяризованный свет. То есть во всех направлениях амплитуда одинаковая. Ну, бывает частично поляризованный свет. То есть в одной плоскости чуть больше амплитуда колебаний электрического вектора, чем в другой. Ну, можно из неполяризованного сделать поляризованный. Например, купить очки полероид. Да? Или нет? Почему они называются полероид? Очки, ну, эти такие темные. Что-то там с поляризацией света, наверное, связано. Нет? Есть у кого-нибудь очки полероид? Ну и как? Темные? Вот они. Они? Ну, вроде да. А ну-ка, сейчас. Да, сейчас проверим, полероид это или не полероид. Да, полероид. А вот как я это проверил, как вы думаете? Теней. Да, поворачиваешь, чтобы на темную голову. Да, вот на стенку смотрю, ничего не меняется. Правильно. Вот лежит отражатель. Вот лежит отражатель. А когда на него падает неполяриз... Вон она там, от солнца идет. Неполяризованная волна падает и начинает... Начинает пытаться... Спокойно. А пытаться... Что такое? Пытаться раскачать электроны. Вот отражатель. Он плоский. Электронам в плоскости легко двигаться? У них есть куда бегать. А поперек плоскости нет направления. Даже, пожалуй, это плохой отражатель. Возьмите свой пятак. А вот эта тонкая пленка лучше. Электронам поперек пленки некуда двигаться, а вдоль, пожалуйста. Значит, падает поляризованная волна. А что значит отражение? Она заставляет электроны двигаться и те излучают вторичный свет. Это и есть отражение. Это же не тот квант ко мне пришел, который от солнца шел. Нет, квант поглотился здесь. Электрон его перехватил и сам начинает двигаться. Ему вдоль двигаться легче, чем поперек. Куда там поперек? Нету вещества. И уже отражение идет, поляризованный свет. И тогда я беру полироид. А полироид это пленка, которая пропускает. Ну, там длинные молекулы такие. Там две пленки, на самом деле. Между ними молекулы вытянутые. И он пропускает только в одной плоскости. Вот я поворачиваю, смотрю, есть блики, нет бликов. Вот, пожалуйста. Нате, проверьте. А то, может, я вас обманываю. Да? Да. Да. Все, отдайте. Спасибо. Очень кстати. Частично поляризованный свет. Можно добиться хорошим поляризатором или хорошим полироидом полностью поляризованный свет создать. Ну, теперь давайте смотреть, как свет рождается. Его излучают либо свободные заряды, ну, например, нагрели плазму, там мечтятся электроны, и всевозможные кванты излучают. Либо атомы, в которых есть энергетические уровни, электрон может занимать только определенные положения. Вот атом водорода, наш любимый, поскольку в природе все из водорода сделано. Смотрим на атом водорода. Электрон в спокойном состоянии сидит на основном уровне. Ниже не может упасть, а это его минимальная энергия здесь. Значит, смотрите. Н – это номер уровня. Но вы в разных учебниках или в разных статьях научных увидите разные обозначения. Некоторые люди основной уровень через ноль обозначают, а потом первый возбужденный, второй, третий и так далее. А некоторые через единицу. На это надо обращать внимание, когда вы читаете какую-нибудь книжку или статью. Основной уровень у этого автора – нулевой или первый. Договора пока нет, и народ как хочет. Либо ноль, либо единица. Ну и потом и так далее. Вообще говоря, бесконечная. Если взять атом водорода сам по себе, без соседей, без падающего излучения, на него просто в космосе повесить, у него бесконечное количество уровней. Но между ними разница в энергии все меньше, 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 меньше. И там уже где-то выше двухсотых, трехсотых уровней уже такая маленькая энергия, что любой толчок выбьет электрон совсем, оторвет его от атома. Но в космосе нам удается принимать кванты при переходах между 170 и 175 уровнем. Потому что там все очень спокойно. И атомы водорода бывают возбуждены так, что электрон сидит на каком-нибудь почти двухсотом уровне. А это такое расстояние от ядра, что вообще говоря, атомы водорода вот такого вот размера. Чуть ли не в сантиметр толщиной становится. Такой вполне ощутимый атом. Хотя на основном уровне каков размер атома водорода, кто помнит? Ну порядок хотя бы. Сколько? Да, потому ангстрем и родился 10 минус 8 сантиметра, что это характерный размер атома, любого атома. Они в общем не сильно отличаются друг от друга по размеру. Что водород, что уран приблизительно одинакового размера. Да, ангстрем – это характерный размер 10 минус 8 сантиметра или 10 минус 10 метра. Ну а что тут написано в нанометрах? Длина волны тех квантов, которые при данных переходах происходят. Либо излучаются, если вниз, либо поглощаются, если электрон перепрыгивает на более возбужденный уровень. Какие из них мы можем регистрировать на Земле, например, астрономы? Серия переходов от основного уровня на все более возбужденные называется серией Лаймана. Ну это все по именам физиков. Лаймановские кванты очень жесткие. Даже самый мягкий квант, вот при переходе с основного на первый возбужденный уровень, какая у него длина волны, давайте смотреть. 122 нанометра – это какой диапазон излучения? Видимый, инфракрасный, ультрафиолетовый? Ультрафиолетовый. Причем длина совершенно недоступной. Это далеко за пределами границ поглощения в атмосфере. Ну а все более высокие, 100 нанометров, меньше 100, меньше, меньше, меньше 100. То есть это все жесткий ультрафиолет. Так что Лаймановскую серию переходов к ватаме водорода мы никогда из космоса на Земле не получим. Она вся поглотится в атмосфере. Ну, в лаборатории, конечно, можно. Но и в лаборатории трудно, надо в вакуумном спектрографе. А уже переходы со второго на более высокие, на третий, четвертый, пятый – 656 нанометров. Это что за свет? Ну а шальфы? Сейчас поговорим об обозначениях. Красный, да. А потом желтоватый, зеленоватый, зеленоватый. Ну, в общем, все уже дальше понятно. К голубому идет, да? От красного к голубому – это как раз тот диапазон, который мы видим. Бальмеровская серия, ну, имени физика Бальмера. Вот это любимая серия переходов в атоме водорода, потому что эти кванты оптического диапазона мы их сквозь атмосферу получаем. Пашеновская серия – это с третьего на более высокий. Ну, что это? 2000 нанометров почти, от 1000 до 2000. Это инфракрасный диапазон. Иногда чего-то вот в районе там 1900 нанометров пробивается сквозь атмосферу. Вот эти, конечно, не пробьются. Так что это тоже уже почти недоступная серия. Ну, тут можно так по-другому это посмотреть. И когда речь идет о том, чтобы вообще оторвать электрон от атома, ну, например, с основного уровня выбить его в свободный полет, отпустить электрон, это называется ионизация. Мы отрываем электрон и предел серии, предел Бальмеровской серии – это 912 ангстрем, насколько помню, простите, Лаймановской серии. И более жесткие кванты уже все время, ну, обязательно оторвут электрон, те, у которых энергия больше, чем. Как правило, мы все-таки не в длинных волнах, или в длинных волнах тоже, но физики любят с энергетическими единицами работать. И для физика, может быть, длина волны не так важна, как энергия кванта, который создает тот или иной переход или ионизует атом. В энергиях здесь расписана единица энергии электрон-вольт. Что это за единица? Как мы ее получаем? Один электрон-вольт. Электрон на равности потенциалов. Да, это энергия, до которой кинетическая энергия электрона, которая разгоняется в разности потенциалов в один вольт. Кстати говоря, в старых учебниках это слово пишется через дефис. Электрон-вольт в новых и современных в одно слово. Тоже обращайте на это внимание и пишите правильно, а то вас будут считать неграмотными. Ну вот 13,6 электрон-вольта – это минимальная энергия, которая спокойный, невозбужденный атом водорода делает ионизованным. То есть с основного уровня отрывает электрон насовсем. Ну а все остальные энергии ионизации с более высоких уровней, они поменьше. Ну еще вот такую картинку можете посмотреть. Это все то же самое. Да, мы говорили, размер атома водорода 10-8 сантиметра. Да, радиус основной орбиты – половинка на 10-8 сантиметра. Диаметр, я неправильно написал, диаметр атома водорода в основном невозбужденном состоянии – 10-8 сантиметра. А во всех более возбужденных он, конечно, электронная оболочка толстеет, толстеет, толстеет. В принципе, может быть, какой угодно, но какой угодно мы никогда не видели. Но до 200-го иногда наблюдали. И это действительно большой атом становится. Такой вполне себе. Ну, дальше название серии мало кто помнит, потому что для астрономов они почти недоступны. Вот Пашеновская еще инфракрасная регистрируется, Брекетовская – с большим трудом. А Пфунты – такие длинноволновые, такие низкоэнергетичные кванты, что их почти никто и… Ну, в лаборатории можно, конечно. Значит, вот эту цифру надо запомнить раз и навсегда. Для астронома это очень важная вещь. 13,6 электрон вольта – это граница. Кванты более жесткие, через межзвездную среду практически пройти не могут. Они обязательно встретят на своем пути нейтральный водород, ионизуют его, а сами пропадут. Поэтому мы практически не получаем квантов с энергией выше этого предела. Это предел ионизации, и очень трудно что-либо увидеть в более голубом, в более жестком излучении. Но, правда, есть такая особенность у квантов, можно сказать, у атомов, что чем больше энергия кванта, тем, как говорят физики, меньше эффективное сечение атома для поглощения этого кванта. Ну, проще говоря, меньше вероятность кванту быть поглощенным этим атомом. То есть, скажем, с энергии 13,8 электрон вольта – это просто желанный квант. Он даже, если далеко будет от атома водорода пролетать, все равно его захватят, и атом ионизуется, а квант пропадет. Но если взять намного более жесткий квант, какой-нибудь суперрентгеновский или гамма, он пролетит мимо атома и ничего не сделает. На языке классической физики довольно легко это понять. Смотрите, у каждой физической системы есть собственная частота колебаний, на которой она любит колебаться. Вот когда электрон на этом уровне сидит, на основном, то есть атом нейтральный, у него тоже, грубо говоря, орбитальный период электрона. Мы, конечно, так не должны говорить, там никакой орбиты реальной нет, но некая собственная частота колебаний электронного облачка, она очень почти точно равна, если бы мы вычислили вот так вот в модели Бора собственный период вращения электрона вокруг протона. Так вот, если летит квант примерно с такой частотой, ну то есть вот с этой энергией, он в резонанс попадает. Ему, когда он пролетает, ну там пролетает, проходит электромагнитная волна, она легко раскачивает электрон и отрывает его. А когда летит квант очень жесткий, у него частота колебаний электрического поля высокая, а собственная частота колебаний электрона тут невысокая, и он не может его раскачать. Он пролетает, подергает, подергает его, а амплитуда колебаний не нарастает. Все равно, как вы подходите к качеле и начинаете вот так вот ее раскачивать, быстро-быстро рукой, раскачаете? Нет. У качеля есть собственная частота. Вот если попали в резонанс, она раскачается даже при двух-трех ваших нажимах, но надо точно в резонанс. А если вот так вот двигать рукой, вы не раскачаете. Точно так же жесткие кванты почти не замечают атомов. Так что они пробиваются даже сквозь толстые облака водорода, просто потому что водород не любит их поглощать. Ну, это такой язык примитивный, но он точно соответствует расчетам физическим. Смотрим, как это выглядит в спектре. Значит, мы взяли луч, приходящий к нам с помощью призмы или чего-нибудь еще, дифракционные решетки, растянули. И как эти серии излучения атомов водорода, тут только водород, видны. Жесткая лаймановская серия, лаймана альфа, ну а дальше коротковолновые области они все уходят. Где наша любимая, вот, бальмеровская серия. Бальмер. Ну, вот обратите внимание сразу же, на этой картинке обозначения, которые желательны, но никто их почти не использует. Вот, бальмер. Ну, раз тут с фамилией Лайман, да, то все остальные тоже надо с фамилией вроде как писать. Фунт и так далее. Хамфри, Брекет. Ну, вот, было пожелание писать бальмер, вот так вот, БА. Но физики уже так привыкли к другому обозначению, что переделать их не удается. Поскольку только бальмеровская серия раньше наблюдалась в условиях лаборатории, в условиях космических наблюдений, то ее обозначали буквой H, ну, водород. Просто химический символ водорода. И бальмеровская серия, вы не увидите ни одной статьи, хотя вот автор очень хотел бы, автор вот этой картинки, у которого я ее срисовал, а хотел бы, чтобы все, значит, бальмеровскую серию так обозначали. Вы увидите в статьях только вот так. H, H, H – это бальмеровская серия. Лаймановская, да, и там фундовская и так далее, да, там буквы соответствуют фамилии. И не советую вам переделывать себя, уж коль до вас все так обозначали, и вы тоже буквы H обозначаете. А вот что касается номера линии, тут разнобой. H-альфа. Ну, мы говорим H, хотя по-английски H, да? Ну, старое поколение почему-то привыкло H говорить, и все говорят H. H-альфа, переход со второго на третий, ну, или с третьего на второй уровень. Можно в строку писать, можно в виде нижнего индекса писать, можно через апостер писать. Как пишут нормальные люди? Принято в виде нижнего индекса. Но это не очень хорошо. В учебниках, да, в учебниках будет вот так написано. Но это не хорошо, потому что во многих шрифтах нижние индексы такие мелкие, что их иногда при плохой печати просто не разобрать. Поэтому очень советую, вот американцы уже перешли лет 15-20 назад, писать строку, и мне кажется, это правильно. Вы сразу видите в самом мелком тексте, на самом плохом экране, эту букву. Вот это вот хороший стиль. Лаймон-альфа тоже, можно нижний индекс, можно вот так, так, так. Это я в разных статьях видел. Нормальные люди пишут Лаймон-альфа. Вот так. Нормальные, то есть большинство из нас. Ну, дальше понятно. Что еще тут? А, вот обозначение, которое читается так. Лаймоновский континуум, ну или вот Лаймоновский континуум. Как правило, LY пишет. Лаймоновский континуум. Что это значит? Континуум – это та энергия, при которой электрон отрывается насовсем. Ну, в данном случае Лаймоновский континуум – это вот 3,6 электрон-вольта, энергия фотона. Когда электрон в континуум, то есть в среду выбрасывается, отрывается от атома. Это самый малоэнергичный квант, потом больше энергия, больше, 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 больше. И в пределе мы получаем энергию 3,6 электрон-вольта, когда электрон с нижнего основного уровня отрывается насовсем. Все фотоны летят со скоростью света в пустоте. Скорость света, ее измеряли, измерили с большой точностью, а потом решили больше не измерять, а назвать константой физической и считать за фундаментальное, основное определение всех остальных. На основе скорости света определять все остальные величины. И теперь скорость света изменяться уже не будет. Ей назначили вот такую скорость, никаких там десятых долей не будет. Если вы хотите узнать, что такое метр, вот возьмите и посмотрите, какое расстояние пролетает за секунду квант, поделите вот на это число, узнаете, что такое метр. То есть это константа, и она уже никогда не изменится. Со скоростью света связана энергия кванта, ну, либо частота колебаний волны. Ну, понятно как, через постоянную планку. Значение ее, конечно, она точнее сегодня, неизвестна. Я так четыре знака выписал, обычно хватает. Ну, все, тут все понятно. Единицы измерения. Физики любят электрон-вольты. По-русски это пишется вот так, никак иначе. Электрон маленькая, вольт большая. В английском так. И это энергия. Это энергия. Ее можно в какие угодно другие знакомые единицы перевести, но фундаментальная в системе СИ это джоуль. Но физики-теоретики до сих пор предпочитают эрги. Да, Антон Владимирович, здрасте. Забыли, в три часа. В три, да, я знаю. Да. Вот не так электрон-вольт, а вот так пишется. Вы, может быть, удивляетесь, что я часто обращаю ваше внимание на какие-то второстепенные вещи. Как называть, как писать. Это признак профессионала. Школьный учитель или журналист может как угодно писать, называть, коверкать слова. Профессионал, а вы должны ими стать, должен четко придерживаться правил и давать некий стандарт всем остальным. Электрон-вольт. А энергии в один электрон-вольт, квант какой длины волны соответствует. Вот давайте посмотрим. В один электрон-вольт, ну, ангстрем мы не очень с вами любим, да, хотя спектроскописты их очень любят, а мы любим нанометры. 1200 нанометров. Это что такое? Инфракрасный свет. Мы его видим? Не видим глазами. Значит, один электрон-вольт для наших глаз маловатая энергия. Она не возбуждает сетчатку. А какой мы видим свет? Ну, например, 600 с чем-нибудь нанометров, да, в половину длины волны. Вот 600, это красный свет, он возбуждает наш сетчатку. Какая у него энергия будет у такого кванта? Два электрон-вольта. Вот любимые кванты наших глаз, два, два с половиной, ну, максимум, там, три электрон-вольта. Вот от двух до трех электрон-вольт, это те кванты, энергия тех квантов, которые возбуждают нашу сетчатку. Мы их видим. Ну, частота... С частотой в оптике обычно не работают, все-таки с длиной волны. Частоту колебаний любят радио, физики, а оптики любят все-таки с длиной волны работать. Ну, на всякий случай, вот, знаете, как перевести частоту, длину волны через скорость света. Бытовой радиодиапазон, ну, а практически... Что значит бытовой? Практически тот радиодиапазон, в котором и наука работает. От одного до ста мегагерц. Ну, может, чуть пошире, в обе стороны можно еще работать, а остальное через атмосферу не проходит. Не очень хороший рисунок. Давайте вот этот рисунок посмотрим. Тут показано, до каких высот в атмосфере из космоса могут проникнуть кванты того или иного диапазона. А в оптическом диапазоне до поверхности. Ну, не все, конечно, но процентов 80 доходит. Потом резко начинает поглощение сказываться. Озон перехватывает мягкий ультрафиолет, кислород молекулярный перехватывает более жесткий ультрафиолет. Потом азот начинает. Ну, и так далее. И вот видите, есть высоты порядка 160-170 километров. Это уже там спутники летают, где застревают кванты такого полусреднего ультрафиолетового диапазона. А потом что делается? А потом атмосфера становится более прозрачной. Ну, тут молекулы поглотили, а потом ведь более прозрачная. Это то, о чем я говорил. Жесткие кванты не так эффективно взаимодействуют с газом. Они не замечают молекул или атомов, потому что слишком высокая частота колебаний у них, а в атоме не успевает раскачаться электрон, пока квант пролетает мимо него. И не возбуждается ничего, он пропускает этот квант дальше. Так что вот эта ситуация и дальше, и дальше, и дальше идет. И где-нибудь в гамма-диапазоне уже квант может прошить почти всю атмосферу Земли и почти добраться до поверхности. Это надо помнить. Но в эту сторону вы помните. Инфракрасный ближний диапазон, молекулы поглощают, а в промежутках иногда и пропускают. Потом мягкий инфракрасный диапазон, почти все поглощается. Там такие молекулярные линии. Атом, одиночный атом, он вообще говоря очень плохо поглощает. Либо квант, его энергия соответствует прыжкам электрона по уровням, либо не соответствует, а чаще всего не соответствует. Поэтому мимо атома проходит много квантов. А вот молекула, у нее совсем другое дело. Смотрите, берем два атома, связываем их в молекулу. Ну, не знаю там, кислород, да? И что получается? Кроме прыжков электронов в каждом из атомов, какие еще возможности есть у молекулы поглощать свет? Какие энергетические состояния? Да, атомы могут колебаться друг относительно друга, как на пружинках, причем колебаться с разной частотой, на разное расстояние отодвигаясь. А это все энергетические уровни, и квант может заставить колебаться. Это называются колебательные уровни возбуждения молекулы. И она поглощает. А еще что может быть? Как можно заставить? Да, можно заставить молекулу вращаться в двух плоскостях даже. И она, вращение с разной скоростью происходит тоже. Его можно возбуждать электромагнитным полем, а значит, это поле будет поглощаться, эти кванты будут поглощаться. И у молекул очень много забор разных мелких линий, вращательных и колебательных уровней энергии. Вот это как раз тут проявляется. Ну а потом радиодиапазон. Радиоквант тоже такие мягкие, что они ничего с молекулой сделать не могут, ни раскачать, ни закрутить. И они спокойно проходят. Единственная для них преграда — это свободные электроны. Свободный электрон, он такой вот пожиратель любого электромагнитного излучения. Какой бы квант мимо не пролетал, а электрон-то свободный, он обязательно качнется и съест этот квант. Поэтому свободные электроны, которых много в ионосфере Земли, они поглощают тут вот почти, ну на какие-то 10 метров еще не поглощают, а дальше вот там все длинноволновые поглощаются. Поток излучения. Ну, определение. Вообще говоря, лучше это все по учебнику, конечно, читать, потому что на лекции не схватишь. Ну, потоком мы называем просто мощность излучения, которая протискивается через данную площадку любого размера. У нас есть объектив, через него идет поток энергии. Света, например, это и есть поток. То есть мощность. Сколько энергии в секунду поглощает объектив нашего телескопа? Ну, естественно, мощность в ваттах измеряется. Освещенность — это плотность светового потока на единицу поверхности. То есть еще надо разделить на число квадратных метров, на которые падает эта мощность. Ваты на квадратные метры. Бывают подразделения. Интегральная мощность, ну, то есть все, что падает, полный поток энергии. Бывает монохроматическая освещенность. Ну, то есть в каком-то узком спектральном диапазоне, там через светофильтр пропускаем, красный или голубой свет. Монохроматическая. Тогда надо еще сказать, а в каком диапазоне? Насколько широк тот диапазон, в котором протискивается эта мощность? На единицу поверхности, да еще на единицу либо частоты, либо длины волны. Это уже полезная величина. Потому что, как правило, мы же принимаем не в каком-то бесконечно широком диапазоне излучения, а особенно радио, например, радиоастрономы, у них всегда приемники очень узкий диапазон частот воспринимают, на который колебательный контур настроен. И для них очень важна эта величина. Поэтому в радиоастрономии ввели свою единицу измерения. Она такая внесистемная, в системе Си ее не существует. Но для радиоастрономов она очень удобная. Один Ян. А кто такой Ян? А кто такой Янский? Помните, да? Карл Янский, который вроде как дал толчок радиоастрономии. Один Янский – это характерная, так сказать, радиоосвещенность, приходящая от самых-самых мощных космических источников, там, карбовидной туманности, какой-нибудь Кассиопия. Ну, в общем, такая. Сегодня радиоастрономы работают на уровне миллиянских, то есть миллионных долей, тысячных, а иногда и на микро-Янских есть такие чувствительные приемники, то есть на тысячных, даже на миллионных долях этой величины. Ну, Янский у них считается такой вот удобной единицей измерения. Интенсивность и яркость – ну, это соединится с поверхностью поток уходящий. Это понятно. Освещенность, создаваемая любым телом, зависит от того, как далеко от нас это тело, тоже понятно, на квадрат расстояния. В учебнике это все аккуратно написано, а на лекциях я не люблю об этом рассказывать, потому что пока задачу не решаешь, это все из головы и в голове не задержится. Яркость с потоком связана очень просто. Один и тот же поток света, ну, пусть будет света, может приходить к нам с площади разного размера. И от этого зависит видимая яркость этого источника света. Вот типичный пример. Это простая лампочка накаливания, а они еще вообще встречаются? Где-то есть, но я уже давно их не вижу. Что-то везде эти энергосберегающие. Ну, вы помните, да, там спиралька нагревает. И такая же, но матовая. Там тоже спиралька, но она скрыта за рассеивающим вот этим куполом. Один и тот же поток света. Но мы спокойно смотрим на поверхность этого матового шара, он нас не очень сильно раздражает. Ну, в общем, с трудом переносим яркость вот этой маленькой. Потоки-то приходят одинаковые, но тут он с малой поверхности, а тут с большой. В этом смысл любых матовых вот этих вот экранов, которые имеют низкую поверхностную яркость, но при этом выдают нужный нам поток света. Это довольно очевидная вещь, да? Ну, теперь, собственно, к астрономическим делам. Звездные величины. Каждый раз я думаю, когда вот говорю об этом, а вы, наверное, читаете об этом в книжках, кому это надо? Вот почему астрономы придумали себе какую-то странную единицу измерения, которая напрягает физиков, а физики очень часто в нашей области работают, астрофизики почти все из физиков, а не из астрономов. Это на самом деле атовизм, то бишь пережиток прошлого. И надо бы от него избавляться. И многие от него на самом деле пытаются избавиться. Если вы возьмете работы по радиоастрономии, по инфракрасной астрономии, по рингеновской астрономии, вы там понятие звездная величина не встретите. Звездная величина — это поток света, падающий на измерительный прибор. Ну и измеряйте ее в потоках, в ваттах на квадратный сантиметр. Если мы на хроматических единицах, в ваттах на квадратный сантиметр, на нанометр поделите. То есть у физиков есть нормальные единицы измерения. Но астрономы, то бишь мы, держатся еще за это дело, значит надо изучить. И почему, вы сейчас поймете. Исторически это Гепарх еще делил звезды на несколько уровней по видимой яркости. А что такое видимая яркость? Для нас же все звезды точечные, мы воспринимаем поток, приходящий на глаз. Поэтому поток — первое место, ну как на пьедесталах спортивных соревнований, первое место — самые яркие звезды, шестое место — еле заметные глазом. первая звездная величина, шестая, а между ними вторая, третья, четвертая, пятая. Буква «М» от латинского магнитуда, ну или английского magnitude, она пишется как верхний индекс, и таликом, ну или как он там называется, наклонный шрифт? Курсив, да. Ну вот в Варде там и талик, да? Курсив. Именно курсив. А почему курсив? Кому он нужен, курсив? С чем мы можем спутать это? Один «М». Ну-ка. А? «М» с килограммами? Это вряд ли. А если я не курсивом здесь запишу, а прямым шрифтом? Что? А одна минута времени как записывается? Да. Вот. Чтобы единицы времени астрономические, мы же, как мы пишем время, как астроном записывает время, да? 3 часа 50 минут 12 секунд. И когда мы пишем время, мы используем прямой шрифт. А когда звездные величины, курсив, он же и талик, проекционал на это всегда обращает внимание. Но это была грубая шкала, и она дожила до 19 века. А потом Норман Поксон, уже имея настоящие приборы для измерения потоков, такие фотометры, немножко поработал, измерил ярко поток свет, приходящий от звезд первой и шестой величины. И оказалось, что примерно в 100 раз меняется поток. То есть от звезд первой величины примерно в 100 раз больше, чем от звезд шестой. Значит, 5 градаций. И он предложил использовать сотню, извлекая из нее корень пятой степени, как основание для шкалы звездных величин. То есть, чтобы какую-то преемственность с древними греками сохранить. Он, конечно, очень неразумно поступил. Мы на него все обижаемся. Число-то какое получается? А 2, 500, ну, в общем, число-то иррациональное, но там 4 первых цифры, 2, 512, да? К чему оно близко? К Е, конечно. Ну, мог бы товарищ Паксон взять за основание шкалы звездных величин Е, и тогда на любом калькуляторе мы могли бы легко оперировать звездными величинами, потому что есть там натуральный логарифм, есть Е в степени, и ему надо было вот чуть-чуть не Е взять. И в результате все формулы усложняются и появляются какие-то коэффициенты ненужные. Видимо, он плохо математику в школе учил, не знал, что есть Е такое. Е? Нейперовские логарифмы? Давно уже были известны. Как это? Что вы? Так вот, почему почему мы пользуемся вот такой логарифмической шкалой звездных величин? А потому что все органы чувств человека, по крайней мере, а, наверное, и всех животных, ну, я не узнавал у всех животных, но у человека точно работают в логарифмических единицах. Интенсивность раздражения, ну, падающий поток света или там чего угодно, логарифмируется и логарифм передается в мозг. Как это делает организм, точно неизвестно. Как он вообще логарифм берет? Но это очень правильно, потому что очень сильно расширяет наши возможности, всех наших рецепторов. Но представьте себе, мы сейчас проверим, что и другие органы чувств тоже работают в логарифмической шкале. Вот берем, например, какой-нибудь тяжелый предмет. Ну, вполне такой, не очень тяжелый. Вытягивайте руку. Так, закройте глаза. Держите. Держите. Чтобы не упало. Вот так. Держите. Вот. И скажите, когда она станет тяжелее. Не заметили. А я положил на нее вот этот маленький предмет. А теперь держите голую руку и скажите, когда я положу на нее... Что же? Тоже не заметили. Тут как бы я чувствую касание, но... Но вес-то чувствуете? Не знаю. Маленький вес почувствовал, а маленький, добавленный к большому, не почувствовал. Это и есть логарифмирование раздражителя. Посмотрите на разные шкалы. Ну, во-первых, кстати говоря, заметьте, как эти шкалы называются. Экспоненциальная шкала это степени Е. Десятичная шкала ДЭКС. Никогда не встречали вот такое обозначение? В научных статьях встретите и будете к этому готовы. Люди не любят писать индексы. Десять в степени. Степени всегда мелкие, их трудно заметить. Если будет написано что-нибудь там 0,5 ДЭКС, это значит 10 в степени 0,5. Индекс это мелкая вещь, ее не заметить. А вот это все в строку заметно. Так что там единица экспонента, но это Е в первой степени. Там 2 ДЭКС это сколько будет? 100. 100, правильно. Беллами мы пользуемся? Конечно, пользуемся. Наушники все имеют. Децибелы там гремят у вас в наушниках, а децибелы десятая часть Беллы. Ну вот. Вот она. Так что звездные величины вписываются в эти наши возможности, потому что все органы чувств мышечное, слуховое, зрительное, ну зрительное это и есть звездные величины и прочие, и прочие работают по закону Вебера Фехнера. Психофизический закон или психофизиологический он называет Вебера Фехнера. Тоже 19 век. И гласит он, что если раздражитель меняется в геометрической прогрессии, то есть в разы, в разы, в разы больше, то чувство наше от этого раздражителя меняется в арифметической прогрессии. Ступенька, 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 почти неотличимы друг от друга. И вот я тут нашел шкалы, которые редко мы в жизни встречаем, но они тоже логарифмические. Смотрите, ну громкость звука понятна, децибелы, частота, октавы тоже логарифмическая. Сила землетрясения, помните, шкала Рихтера, землетрясение по шкале Рихтера, там единицей измерения является логарифм мощности. Мощность, ну сколько энергии выделяется в землетрясение, берут логарифм. Сила ветра, когда они встречали такую шкалу Баффорта? Ее все моряки знают, Баффорт это там адмирал английский, тоже степенная, я проверил. Шкала гениальности физиков. Была такая шкала, которую Лев Давидович Ландаун ввел, и он всех физиков ранжировал по уровню гениальности. Каждый следующий уровень он считал в 10 раз более гениальным, чем предыдущий. на первый уровень он ставил, как вы думаете, кого? Себя. Плохо вы думаете о физиках? Эйнштейна. Себя он ставил на второй уровень. СМЕХ И это вполне соответствует гениальности Ландау, между прочим. Но в 10 раз менее гениальный, чем Эйнштейн. Шкала стероидной опасности, Туринская, потом еще там одна, ну, Туринская первая была, тоже логарифм вероятности, умноженной на энергию удара. То есть нам важно, чтобы мелких ударов было, там пусть будет много, но если очень мощный удар, чтобы их было поменьше. То есть перемножаем энергию на вероятность столкновения Земли с астероидом, берем логарифм от этой величины и получаем вот некий балл. И вы можете еще сами найти какие-нибудь шкалы в природе, какие, а, ну, пожалуйста, кислотность, ПАЖ, да, вот там, ну, и так, в общем, можно найти много шкал, поскольку кислотность имеет отношение к нашим рецепторам вкусовым, она тоже логарифмическая и много-много. Так что это связано с работой наших органов чувства и даже наших ментальных каких-то органов. Шкала гениальности, это же понятно, не органы чувствуют, такая условная шкала, но это вот наше представление о мощности интеллекта, да, так что все эти шкалы логарифмические и приходится признать, что звездные величины, в общем, вписываются в нее, да, хотя лучше бы линейные, конечно, для измерений, измеряем мы не глазами, уже приборами, а они в линейных шкалах работают. Так что надо бы, конечно, избавиться от звездных величин, когда-нибудь мы их постараемся забыть, но пока еще астрономы ими пользуются, ну, и приходится и нам их учить. Ну, в общем, все понятно, основание шкалы мы знаем, разница звездных величин просто та степень, в которую надо основание возвести, чтобы понять, во сколько раз поток от одной звезды больше потока от другой звезды. Ну, если взять десятичный логарифм, там немножко упрощается все, и формула Паксона, вот она, разница звездных величин, это два с половиной логарифма отношения потоков света. Заметьте, 2,512 это иррациональное число, оно вообще бесконечное, ну, мы так обычно ограничиваемся. А тут честно 2,5, потому что, смотрите, если отношение потоков света в 100 раз, ну, одна звезда в 100 раз ярче другой, логарифм двойка, 2,5 на 2 5, и как раз получаем 5 ступенек по звездным величинам. То есть, каждая разница на 5 звездных величин, это разница в потоках света в 100 раз. А если мы удаляем источник света, значит, в 10 раз дальше он от нас, при той же мощности излучения, в 10 раз дальше в квадрате падает поток света, который нас достигает, в 100, ну, 5 звездных величин получаем. Вот вся совокупность звездных величин доступных астрономам. Самый яркий источник у нас Солнце, и приходится уже переезжать в отрицательные значения, потому что ни Паксон, ни древние греки не подумали о том, что кроме звезд есть еще и другие источники света на небе. Есть Луна, есть Солнце, а они ярче. Ну, даже, в конце концов, Венера тоже намного ярче любой звезды. Оказывается, что даже Сириус ярче тех звезд первой величины, которые нам Гепарх завещал. А Сириус, ну, еще 3 или 4 звезды, кто у нас там? Вега нулевой величины, да? Я не помню, какие у нас отрицательные звездные величины, кроме Сириуса. Конопус, да, на юге, ага. КПУ? Нет, ну, в общем, я не помню, парочка звезд еще, кроме Сириуса. Потом идут Юпитер, Венера, они с отрицательными, ну, а дальше полная Луна и Солнышко. А в нижнюю сторону, вообще, очень удобно, правда, звездная величина. Смотрите, от 30 до 30, 60 ступенек. А если бы мы в потоках света писали, конечно, числа были бы длиннющие, там, туда-сюда, там, много-много порядков. Так что, вообще, удобно, конечно, 60 ступенек, и мы покрываем весь диапазон доступный астрономам. Плюс 28-я еще недавно была пределом для телескопов, да, она и сейчас, в общем-то, предел, но было два или три снимка сделанных телескопом Хаббл на орбите, когда он там неделю смотрел в одну точку на небе, накапливал свет, и, по-моему, он до 30-й с половиной звездной величины добрался, ну, до 30-й точно. Вот, можно считать, что сегодня 30-е это абсолютный минимум потоков света, которые мы принимаем от неба. А почему бы, скажем, не взять Хаббл, в течение года держать его в одном направлении и не зафиксировать звезды с яркостью, там, сороковая звездная величина, как вы думаете? Никому это в голову не приходило? Просто Хаббл занят, ну, другие дела. Хаббл занят, другие дела. Не, ну, круто было бы, что все бы согласились, чтобы он неделю смотрел и там месяц в одном направлении. Нет. Дело в том, Дело в том, смотрите вот на это, вот на это. Поверхностная яркость ночного неба. Ночное небо не черное, оно слабо светится во всех своих точках и светится не так уж слабо. с квадратной, с квадратной угловой секунды, а в хороших условиях изображение звезд тоже примерно одну угловую секунду имеют, да? Значит, кусочка неба размером со звезду мы получаем в самом лучшем случае 23-ю звездную величину. И на этом фоне различаем 30-ю. это значит, что сама звезда добавляет к яркости ночного неба чуть-чуть. Разница там больше, чем в 5 величин, значит, больше, чем где-то в 200 раз. То есть звезда полпроцента добавляет. Телескоп видит фон ночного неба и на этом фоне вот фон ночного, ну, он, естественно, какой-то не совсем однородный, и звездочка там добавляет вот малюсенький кусочек. И надо выделить ее, догадаться, что это звезда, что это не просто флуктуация яркости ночного неба. Это большая проблема, да. Значит, у нас ночное небо на Земле, а как? А, это на Земле. в космосе примерно вдвое падает фон. То есть атмосфера нам дает половину яркости ночного неба, а вторую половину дает рассеянный на межпланетной пыли солнечный свет и еще далекий ой, сел. А, между прочим, как раз вовремя сел. Мне надо сегодня чуть пораньше закончить, там еще с учителями придется лекцию читать. Так, да не и пока не .